У водителей маршрутных такси сегодня проверили документы. В рейд вышли сотрудники сразу четырех ведомств. ГИБДД, ГОСАВТОНАДЗОРА, Налоговой полиции и Департамента транспорта. Все вместе они начали борьбу с нелегальными перевозчиками. Сейчас их в Омске по предварительным подсчетам треть, больше одной тысячи. Что изменится, если нелегалов на дорогах Омска не будет? Ответ в материалы Алины Аксеновой. В Омске вместе с легальными перевозчиками в рейс уже давно выходят подпольные. У одних есть все нужные документы, у других ничего. А с 1 апреля требования к частным пассажирским перевозкам ужесточились. Теперь у водителей должна быть маршрутная карта. Именно ее спрашивают участники рейда. Маршрутная карта для перевозчиков – официальный документ, подтверждающий законность деятельности. Его получили свыше двух тысяч водителей, которые легально работали и до вступления в силу нового закона. Вы легальный перевозчик? Ну, естественно, легальный перевозчик. А как понять, что вы легальный? Ну, как понять, что легальный? Есть официально. Фирма там вот, где вот застрахованы. Про маршрутную карту Руслан Тырычев впервые услышал от нашей съемочной группы. Сначала попытался найти ее в папке с документами. Однако там нужной бумаги не оказалось. О чем спрашивают журналисты, водитель позвонил уточнить предпринимателю. Что за маршрутная карта у нас? Где она? Я что-то такого не знаю. Мне обычно страховку спрашивали. Еще не выдавали? Ну, понятно. Как сказали, еще не выдавали нам. А когда будут выдавать? А когда будут? Завтра якобы собрание какое-то у них. Я просто водитель говорю. Завтра собрание будет решать нас вот этого. Я впервые об этом слышу. Сказать, что незаконно не работает на данный момент мы не можем. То есть, либо предприниматели не успели раздать эти карты. То есть, большой объем транспортных средств. Но, как бы, с 1 апреля уже должно быть на руках. Поэтому тут, может быть, халатность, скажем так, предпринимателю. У половины проверенных водителей маршрутных карт при себе не было. К нарушителям, кстати, отнесли и тех, кто показывал копии нужного документа. У каждого водителя должен быть оригинал, твердят инспекторы регионального госавтодорнадзора. И пока штрафовать не могут, а только предупреждают. Должны выдаваться предпринимателям. И должны быть оригиналы этих карт в салоне автобуса. То есть, у вас должен быть оригинал в салоне. То есть, пока штраф за это не предусмотрен. То есть, когда вступит в силу 220-й федеральный закон, значит, будет штраф. То есть, административно будете наказываться. Приучать водителей к порядку намерены подобными рейдами. А сейчас утверждается специальный график. Согласно ему, проверки запланированы практически через день в разных точках Омска. С июля 2016 года водитель, которого сотрудники управления госавтодорнадзора, остановят без маршрутной карты, заплатят административный штраф. 5 тысяч рублей. Владельцу транспортного средства грозит наказание до 300 тысяч рублей. С нашей стороны материалы будут передаваться в суд на прекращение деятельности таких перевозчиков. Будут передаваться материалы в управление Федеральной антимонопольной службы. Там будут составляться соответствующие материалы, предусматривающие штрафы на индивидуальных предпринимателей от 14 тысяч, на юридических лиц от 100 тысяч. Материалы будут составляться, передаваться в налоговую инспекцию. В том, чтобы с рынка ушли нелегалы, заинтересованы и официальные перевозчики, и власти. И те, и другие получат больше пассажиров, а значит и прибыли. А для муниципального транспорта сегодня это особенно важно. Алла Аксенова, Александр Филиппов, Антенна Син.